Добрый день, зрители канала Марина Цветы! Я начинаю цикл видео о клубнике или землянике садовой. Дорогие друзья, у нас больше принято клубнику называть клубникой, потому что земляника крупноплодная очень редко встречается в нашем обиходе словесном. Поэтому видео будут посвящены именно садовой клубнике, как мы говорим. Дорогие друзья, клубника это такое растение, казалось бы, непритязательное и неприхотливое. Но сколько проблем, сколько заботы оно требует на протяжении всего периода вегетации, всего года. Клубнику считается, что можно сажать, дорогие друзья, в южных районах практически круглый год. Очень часто клубника в последнее время продается уже в контейнерах. Поэтому в период с ранней весны, практически до поздней осени, если вы покупаете эксклюзивные сорта клубники в контейнерах, вы можете высаживать на протяжении всего вегетационного периода. Я хочу поговорить о рассаде, которую вы можете купить на рынке. И хочу вам показать рассаду, которую я купила в интернет-магазине. Потому что мы все стремимся к каким-то новым, интересным, эксклюзивным сортам. И следующее видео будут посвящены как раз таким новинкам. Это не просто крупноплодная клубника, да, или какая-то необычная, ароматная. Я хочу в этом году показать вам видеообзор клубники, которая называется «Вьющаяся» и клубника называется «Ампельная». Дорогие друзья, я сделала скрытую закупку в интернет-магазине. И вот на этом примере мы поговорим с вами, как уже покупать рассаду. Очень хорошо покупать и высаживать рассаду клубники до периода ботанизации, цветения. Обычно вот такие вот растения у вас в этом году, в первой половине года, могут не зацвести, если ремонтантная клубника, она может зацвести. А если обычная сорта, она просто не успеет у вас сформировать цветоносы. То есть вот такую рассаду обычной клубники мы будем ожидать результат урожая на следующий год. Ремонтантная клубника может зацвести вас во второй половине года. Поэтому высаживать ее очень хорошо до периода цветения массового клубники. Высаживаем ее также в период второй половины лета, когда мы уже проводим укоренение усов и должна быть хорошо нарощенная корневая система. И также мы высаживаем где-то за месяц до устойчивых заморозков. Клубника очень неприхотливое растение, дорогие друзья. Очень часто, может быть, вы мне в комментариях и напишите, то, что вы разочаровываетесь от того материала, который вы покупаете. Очень часто нам предлагают клубнику, которая плодоносит на протяжении всего года, ремонтантная. Но я вот столкнулась с таким явлением, что я покупала действительно 10 саженцев клубники. Один саженец был с плодами клубники, для того, чтобы я могла лицезреть действительно эту ягоду. И на следующий год оказалось, что все 8-9 черенков клубники саженцев оказались обычной мелкой клубникой. Поэтому есть такие недобросовестные также продавцы. Хочу обратить внимание на то, дорогие друзья, что если вы покупаете на рынке у неизвестных продавцов, также бывает ситуация во второй половине лета, а может быть и весной, то, что садоводы прореживают свои грядки, выкапывают клубники, которые уже более 2-3 лет, заматывают вот в такие наборы и могут вам продать и трехлетний саженец. Вы на это должны обратить особое внимание. Раскрыть упаковку набора, если это в наборе, и просмотреть. Клубника, которая выращена, саженец в прошлом году, не имеет высокой ножки. Здесь у вас будет светло-зеленого цвета прикорневая шейка. А если прикорневая шейка выше полутора сантиметра, имеет коричневый такой вид, и вы видите, что уже хозяин обрезал много листиков, обрезал с прошлого года осенью, весной подрезал, это может быть действительно большая вероятность, то, что вам продают просто прореженную грядку. Обратите внимание на то, что прикорневая шейка должна быть невысокая, вы ее сразу увидите, она молоденькая. Все, что выше сантиметра полутора имеет темно-коричневую корневую шейку, это уже клубника, которая старше, чем год, два и три. Бывает такое, что хозяин настолько массово разрослась клубника на грядке, и ему гипотетически жалко выбрасывать такие саженцы. Да, может имеет место быть и поделиться с кем-то, но клубника в самом благоприятной фазе плодоношения является максимум до 4 лет. Все, что выше, является уже снижение плодоношения. Итак, мы обращаем внимание первым делом на корневую систему. Должна быть маленькая прикорневая шейка светло-зеленая, должно быть от 2-3 листиков молодых зеленых, ни пораженных, ни грибковых заболеваний, ни какими вредителями. Это будет очень важно. И теперь, дорогие друзья, обращаем на сердце клубники. Действительно, сердечко, точка роста должна быть зеленая, живая, хорошо сформированная. Должно быть действительно, вам видно или бутонизация, если вы покупаете вот в период апреля-мая, может сформироваться уже бутонизация, или уже прорастать молодые листики. Но именно сердечко, точка роста, должна быть живая. Корневая система, вот в данном случае, очень хорошо, если имеет высоту корневой системы больше, чем вот у вас листики. То есть, это говорит о том, что корень хорошо сформировался, очень мощный, и он даст быстро питание вегетационной массе. Это будет очень хорошо. В этом году некоторые сорта клубники могут процвести и показать вам ягоду, но более вероятно, что вы уже на следующий год соберете первый свой урожай. Дорогие друзья, я покупала в интернет-магазине несколько видов интересных клубники. Мы будем с вами высаживать. Это у меня ампельная, а это у меня вьющаяся клубника. И вот, посмотрите, из трех кустиков ампельной клубники, вы посмотрите, какая получилась иерархия. То есть, один кустик положили достаточно хороший, здоровый, не поврежденный, с точкой роста. Второй уже так-сяк себе. Очень маленькая корневая система, присохшая, обломанная. Но два листика есть и не повреждена точка роста. Сердечко живое. Молоденькая шейка. Это говорит о том, что саженец действительно молодой. И я надеюсь, что мы вырастим хорошую клубнику. И вот в наборе идет третий саженец клубники. Несмотря на то, что здесь достаточно хорошая корневая система, листики поражены грибковыми заболеваниями. Я вам покажу ближе. Абсолютно отсутствует листовая пластинка. Вот только-только одна коричневая такая гнилая листовая пластинка, очень больная. Дело в том, что если ее прищипнуть было в начальном периоде, корневая система не имеет питания вот в такой период. И самое опасное то, что под этим листиком больная сердцевина. Практически растение не только у меня может не выжить. Угроза то, что оно может заразить у меня и эти растения. И тогда, конечно, вся эксклюзивность сорта и этого вида, конечно, будет уничтожена. Поэтому по интернет-магазину очень, дорогие друзья, рискованно покупать. Набор из трех клубничек стоил достаточно дорого. Проблема то, что я это растение постараюсь выходить, конечно. Но оно могло заразить и вот эти две здоровые клубнички. В этот период я беру этот черенок. В любом случае я прищипываю вот этот больной зараженный листик. И определяю клубничку вместе с сердцевиной в раствор фитоспорина. Любого фунгицидного препарата, который вы имеете, это может быть и слабый раствор марганца. У меня маточный раствор фунгицида. Я делаю цвет крепкого чая. И опущу корневую систему и середку. Я опущу все сначала здоровые черенки, продезинфицирую. А в последнюю очередь я уже определю, ну вот это вот несчастное такое зрелище. Подержу где-то 15-20-30 минут в фунгицидном препарате. Достану и тогда уже будем приступать к посадке. И вот мы определяем фунгицидный препарат фитоспорин. Это с гуматом здоровые растения клубнички на 15-20 минут до 30 минут. В этот период очень важно, дорогие друзья, защитить свою рассаду клубники от грибковых заболеваний. Пока я замачиваю здоровые растения, этот корешок у меня уже в последнюю очередь пойдет. Если вы не успеваете, дорогие друзья, высадить на грядку рассаду клубники, ну вот у нас в данном случае сейчас была стихия, у нас снег, холодно было, то не время посадки, конечно, на грядку. А вы выписали в интернете или купили на рынке, очень хорошо растение поместить просто во влажный песок. Это будет очень хорошо. Во-первых, песок борется с любыми грибковыми заболеваниями для вас, это будет очень важно. Увлажненный песок напитает присохшую корневую систему, это будет очень важно. Посадку мы с вами сделаем на грядке, но вдруг вы не успеете посмотреть. Для новичков, огородников, садоводов, вот я особое внимание уделила зоне сердечка. Это действительно самое важное звено в рассаде клубники. Очень важно не заглублять никогда сердцевину клубнички. Она всегда должна быть у вас расти чуть-чуть выше. Это будет способствовать не образованию грибковых заболеваний, будет улучшаться бутонизация. Особенно, когда солнышко, клубничку высаживаем мы лучше на солнечных местах. Солнечный свет прогревает середку клубнички рассады и таким способом еще формирует лучшую бутонизацию даже на следующий год. Поэтому выбирайте солнечные места. В этот период, когда вы не успеваете высадить, у вас может быть рассада во влажном песке. Я даже советую в этот период использовать песок для того, чтобы довыращивать вот такую несчастную больную рассаду. И посмотреть, что же из нее получится. Уделить больше внимания, еще раз обработать фунгицидным препаратом буквально через 10 дней. Потому что такое растение на грядке от суховея, от болезней, от ветров, от холода, но действительно может у вас погибнуть. А вот такую здоровую рассаду мы с вами высадим на грядку, мы с вами поговорим. Но сегодня было очень важное видео о том, какую же рассаду покупать. Вот также у меня 5 кустиков клубнички. Это у меня вьющаяся. Это ампельная. Я хочу снять видео в этом году о таких новинках в нашем саду. Когда мы видим чудесные фотографии, когда клубника куда-то вьется. Или клубника куда-то сниз падает таким каскадом водопада. Это очень заманчиво. И я на канале Марина Цветы постараюсь и попробую вырасти действительно такую чудо-новинку для меня. Моя вот эта вот клубничка прошла период, ну в связи с тем, что у нас стихии были, акклиматизацию у меня в прохладном помещении. Я посмотрела на здоровую сердцевину и она уже практически готова к высадке в грунт. Вот, дорогие друзья, мне очень интересно, напишите в комментариях, не только для меня, а для всех зрителей, которые смотрят канал Марина Цветы. Были ли у вас какие-то оплошности, когда вы покупали клубнику? Не было ли такое, что вам смешивали сорта? Что вы разочаровывались? Или действительно, что вы могли купить клубники, которой уже 2-3 года, ее практически надо уже выносить с грядки, а садоводы, ну вот сформировали такие наборы, может быть по дешевке распродали вам. Это тоже, ну для нас будет интересен этот опыт. Поэтому вот такие советы, мои дорогие друзья. Как купить рассаду, на что обратить внимание. Я надеюсь, что канал Марина Цветы для вас интересен. Я создаю новый плейлист о ягодах, о кустарниках, для того, чтобы вам было легче ориентироваться на канале Марина Цветы. И на протяжении всего года я буду вам демонстрировать и растения, и мы будем говорить о проблемах. Задавайте вопросы, на которые, может быть, вы хотите, чтобы я ответила, на что обратить внимание. Делитесь с нами своим опытом. Подписывайтесь на канал Марина Цветы. И я вам желаю хороших, отличных урожаев.